так у меня есть вот такой светильник еще есть фонарик на фонарике аккумулятор уже сел но мне есть четыре элемента так что поставим потом дисипед положил рядом лежит так аккумулятор для квадрокоптера заряжается от аккумулятора электровелосипеда как я все это сделал расскажу чуть позже где я ночую вы все увидите завтра запозднился слишком сильно долго короче я думал куда туда-сюда к однокласснику может к тещи и так далее ну вот здесь рядом на село нурлата уже я его кстати проехал уже посередине пополам заехал магазин купил колу водички шоколад пикник кушать не хочу сейчас шоколад чисто с колой попью и все и посмотрю отснятый материал что я там наснимал и так далее ночью в палатке не поехал ни к тещине куда-то еще мне предлагали там и сам игру нет 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 я хочу зря желал палатку что ли холодно сегодня не знаю сколько градусов что у нас покажет яндекс нас градусов ощущается как 13 ощущать как 13 и так далее и тому подобное оставим ставим все гаджеты на зарядку и так далее телефон коптер поставил сейчас телефон поставить камеру поставить и так далее вот завтра будет новый день сразу хочу предупредить местную шпану если кто-то попытается что-то украсть или что-то сделать у меня всегда под рукой есть вот такая штука сначала залью в глаза потом еще люлей наваляю будет больно и честно говорю лучше не надо лучше не стоит испытывать судьбу вот мне очень сильно отец просил сюда не ехать здесь место такое город опасные ну я короче вот как-то вот так я решил именно сюда приехать хотя есть очень много других мест все ребят все показался рассказал где я ночую завтра увидите сейчас толку нет что-то светить фонариком лишний раз чтобы видели могут увидеть все таки поэтому лишний раз светить на улице не будет все давайте спокоен ночи утром увидимся пока что-то Доброе утро, ребятушки. Посмотрим, что у нас там на улице. And sometimes your pretty words can really hurt Cause you don't love me, no Don't say you do, don't say you do Love in a sermon, but you're gone when I'm hurting And it's harder to believe I'm here when I'm trying But you're cold when I'm crying Is it a sin to leave? And sometimes the kindest sound is silence When you don't have the answers No, don't say you do, don't say you do Stop telling me that I belong here You only love what I can do for you I know my pain is inconvenient You're who you say it shouldn't matter Cause sometimes the kindest sound is silence And sometimes your pretty words can really hurt Cause you don't love me, no Don't say you do, don't say you do You're who you say it shouldn't matter 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 еще раз доброе утро ребят вчера я очень рано лег спать часов 8 наверное даже подустал на этой неделе очень много было работы съемки и так далее выспался вообще отлично спалось великолепно так вот что хочу сказать ночью вообще не замерз газы газовый баллончик не понадобился то что отец говорил может быть возможно она есть но я тут спал в таком видном месте на горе за деревни там или движуха уже идет в деревне трактористы тарахтят с утра так вот там где то здесь недалеко веточки деревяшки вчера было поздно уже темно поэтому я не успел все собрать или пойдемте прогуляемся пешком да только телефон надо взять с собой пару веточек принести чтобы кофе очек замутить село нурлаты на камеру будет видно или нет не знаю село нурлаты они он там это тавеля здесь бывшая ферма здесь я уже катался на своем 500 ватт на моторе внутри деревни на ферму заезжал это на года два-три назад я выкладывал видео с 500 ватт ватт на мотором сейчас я решил вот сюда приехать пока вот проснулся пока показал вам местность небольшую время уже пол восьмого пускай электробайка отдыхает вам уже отдыхал всю ночь ну ладно пускай стоит пусть стоит пускай стоит пофиг говорится пешком прогуляемся пронесем пару веток заварим кофе очек с утра чтобы быть бодрячком так кушать готовить или нет не знаю или знаю не знаю не пойму сейчас чуть-чуть что происходит вообще может гречку замутим посмотрим сейчас пока вот ходим туда-сюда может скушать захочется пока не хотят вчера вечером с кока-колой выпил кока-колу и поел шоколадку мне этого хватило жажду утолил пить хотел сильно что-то сейчас охота пить трава сухая опасно конечно здесь вот все починицу разжигать аккуратно как-нибудь обходить не будем давайте обходить вот через дорогу давайте вот так вот напрямую пройдемся по полю по полю по полюшку солнышко утром выглядывало облака немножко есть на завтра у нас на воскресенье обещают дожди а я тут в деревне надо будет короче завтра ребят старта мучи в казань иначе тут застрянешь для меня все там я вижу веточки могу я до туда добраться наверное смогу да так сюда вот я тоже приезжал ребят я покажу сейчас на вершине какого-то это наверно был этот бывший как он где добывали щебень наверно песок или чуть-чуть еще вот эту неизменность там как красивое место такое и туда тоже заезжал но там вот раньше помню бывший карьер наверное это вот вот да правильно раньше здесь вода была помню это еще в детстве не знаю может года два мне было по моему мы сюда приезжали на рыбалку или купаться что-то такое такие дела это чем нас ломается ломается только как бы чуть-чуть куда бы пойти бы возьмем запасов пусть будет воду я вчера купил общее количество воды у меня сейчас литра 3 есть на сейчас заварим кофеечек потом поеду село нурлаты к тещи жена должна приехать из казани сейчас прихожу велосипеда и палатки нет прикинь вот это будет да нет здесь никто ничего не возьмет только я с собой газовый баллончик не взял палатки оставил идиот сейчас вспомнить где палатка вон там дальше фермы была рабочая все деревни там работала колхоз трактора комбайны ничего не осталось как и везде я вам уже об этом рассказывал прямо с утра с веточками как эти сколько там сотен лет до нашей эры добываем добываем еду ничего что-то 34 веточки поломаем сейчас закинем щепочницу и вот тебе вот тебе кухни ничего сложного нет с утра сходить прогуляться тут 50 метров туда 50 обратно недалеко трава сухая опасно будет аккуратно здесь моментально может вспыхнуть все и сети молит ветер подует все будет жесть ребят нужно будет аккуратно вот чего что-то щепки пару щепок школьный автобус поехал да у нас в татарстане не знаю как в других городах татарстане все школьные автобусы детей автобусы разводят детей или либо забирают деревень детей вот на таких желтых автобусах он даже видно мигалка сверху только на желтых автобусах либо желтые автобусы либо газели либо там еще фиаты что такое вот все желтого цвета и надпись сбоку дети никаких частных машин ничего все запрещено у вас как и на чем детей детей передвигают в деревнях имею ввиду вот бывает же такое где-то вот большая деревня там школа соседних деревень надо туда детям ходить на машинах их забирают есть такое у вас или только у нас такое тут у нас вот наверное отсюда забирают и в нурлаты скорее всего всего потому что там школа большая у нас это там я тоже там учился вот многие дети вот 90-х я помню ходили отсюда пешком туда без разницы зимой или до летом грязь дождь или чё там град идет пешком пешком сейчас вот забираю детей неважно один ребенок там 10 детей газель вот или автобус едет за и за одним ребенком обязательно за траву боюсь но потушить то я потушу вода то принципе у меня есть до самого конца с тобой останется очень мало людей многие из тех кто кричал до талого с тобой снимут себя маски когда тебя постигнут трудности самое ужасное не поговорив с тобой не узнав в чем дело а просто поверив слухом на стороне отвернуться от тебя неважно какое добро ты сделал какие у тебя были чистые намерения ты уже автоматом для них станешь плохим и ужасным с какой же легкостью сегодня человек может отвернуться от того кого однажды называл своим братом и и и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Много пишут сообщений в телефоне, в телеграмме, ватсапе. Группа телеграмма и ватсапа я укажу в описании. Если что, подписывайтесь, ребят. Короткие ролики, где я ночую и так далее, куда собираюсь ехать дальше, я присылаю, пишу туда. Вот. Сейчас я что хотел вам рассказать. Вчера обещал, то есть. У меня вот... Аккумулятор заряжается от квадрокоптера. Вот. Уже три зелененькие горят. Это означает, что он уже зарядился. Утром поставил. Вот. Это блок питания для зарядки квадрика. Что я сделал? Я... У меня аккумулятор на 52 вольта. Не 48, а 52, не путайте. Вот этот у меня шнур от магнитофона, по-моему. Дома валялся уже давно. Его некуда было девать. Я решил попробовать сделать зарядку для... Как вы поняли, для квадрокоптера. Подсоединил прямо вот этот шнур прямо на аккумулятор. То есть на плюс, на минус. И вывел вот этот штекер, который заходит сюда, внаружу. То есть вот он никому никуда не мешает. Вот так вот все выглядит. При поездках мне нужно заряжать, чтобы розетку не искать где-то там. У кого-то там что-то просить. И сидеть, ждать. Когда зарядится у меня аккумулятор для квадрокоптера. Я все это сую. Подсоединяю блок питания к этому шнуру. Вот оно мне здесь. Сюда подсоединяю блок питания. Блок питания соединяется к аккумулятору. И все это вот сюда в сумку. Закидываю. И все, у меня он едет, заряжается. Вот. То есть от аккумулятора электровелосипеда. Аккумулятор электровелосипеда тянет вот это блок питания. Спокойно можно заряжать. Вот. Это аккумулятор Антона. Я его как дополнительный взял. Я вот с Казани как выехал еще ни разу не воспользовался им. Ну, была возможность у меня подзарядиться. Я останавливался, заряжался. То есть заряжал свой аккумулятор. Пока катаюсь только на своем аккумуляторе. Из Казани я выехал. Из Казани выехал. Доехал до Зеленодольфска. Там встретился с подписчиком, с Дамиром. На видео вы уже видели. Там в парк заехал. Я зарядил свой аккумулятор. Антоновский не трогал. Из Зеленодольфска приехал сюда. В село Нурлаты. Здесь я тоже зарядился. Хватил у меня. Общее расстояние где-то от моего дома, от Казани до сюда, где-то в районе 100 километров. Вот. Один раз заряжался. Он мне хватил. Нормально все. Вчера съездил в деревню. В Акзигитово. На видео вы уже тоже все это видели. Деревня находится в 15 километрах отсюда. Там у бабушки я заряжался. Вот. Там катался по деревне. Снимал какие-то видео и так далее. Это вы тоже уже все видели. Вот у бабушки заряжался. Вчера я последний раз там заряжался, наверное, где-то до обеда. Вот свой аккумулятор. Сколько процентов осталось, я еще не смотрел. Где-то в районе, наверное, 60-70. Потому что я катался. И здесь, и там, и в Нурлаты заезжал. В магазин и так далее. Ну, где-то, да, 70, наверное, осталось еще. Аккумулятор у меня новый. 18650. Из этих элементов собрано. 14С, 15П. 14 на 15 умножить сколько будет? Вот столько будет. Вот столько элементов у меня в треугольной сумке. Сумку я полностью... Сумка сделана полностью вручную. Курьерская сумка у меня была черная. Помните, я раньше видосы снимал про курьерство и так далее. Вот я ее разрезал все полностью. Все сшил сам. Вручную. Не машинкой, ребят. Вручную. Представляете? Все отлично держится. Все замечательно. Мне нравится. То есть, аккумулятор собрал треугольный. Вырезал, по-моему, ДВП, да? Называется тонкая. С двух сторон стенки. С двух сторон. И снизу. Вот. Все это в сумку засунул. Затем аккумулятор засунул. И вот. Ничего. Аккумулятор там не шевелит, не барахлит, не торкит. Опять пишут что-то там. Короче, этот. Вот. Ну вот. Собрал. И у меня была до этого другая сумка треугольная. Оттуда я липучкой отрезал и сюда пришил. Вот. Все отлично вообще. Замечательно. Еще место есть. Еще можно туда аккумулятор запихать. Ну, 18650. Возможно, когда-нибудь увеличу емкость. Возможно. Но это не точно. Вот. Пока что это у меня вот колхозан вот такой здесь. Это все надо будет тоже спрятать потом. Это уж по приезду домой. Посмотрим, подумаем. Чтобы как покрасивее сделать. Чтобы смотрелось нормально. Что мне еще вам рассказать? Так. Одна проблемка у меня тут выскочила в покрышке. Это именно Кенда. Да. Ее, походу, я буду менять. Это из-за того, что у меня огромнейший груз, наверное. Или не знаю. Может, я яму поймал. Короче, если видно, сейчас попробую показать. Вот здесь она чуть-чуть начала рваться. Вот она. Видите, ребят? Вообще покрышка отличная. Если ты на простом велосипеде, или ты не путешествуешь по городу. Вот на электровелосипед, либо на простой велосипед. Велосипед Кенда Флейм 24-24-30. Вообще отличная. Она мне очень понравилась. Здесь еще протектор, блин. Еще года на два хватит. Но, блин, к сожалению, у меня вот край здесь что-то начал этот барахлить. Краще покрышки. Походу, сейчас к теще приеду. Придется мне эту покрышку снимать в колесо. Как меня это все задолбало. Впереди я поставил тоже самый рисунок, но только фирма Ванда. Эту покрышку я поставлю назад, эту вперед, потому что здесь огромнейшая нагрузка сзади. И Ванда, кстати, ребят, она стоит дешевле. За 1060 рублей, по-моему, я заказывал с Озона. Вот недавно, вот буквально. Вот. Камеры у меня, что спереди, что сзади, стоят от мотоцикла. 21-го радиуса, по-моему. Да, 21-го радиуса от мотоцикла стоят. Залезают отлично. Считай, камера там толстая, не велосипедная. Уже какие-то мелочи, там, какие-то тросики, если попадаются на трассе. Эта камера даже не чувствует вот это всего. Велосипедами, наверное, я бы уже вспотел бы. Мотоциклетная, короче, мне Ильгис один дал. Одну покрышку, то есть, одну камеру. Я ее поставил. Ездил, ездил, ездил. Она что-то мне понравилась. И когда в Джубге, по-моему, да. Что-то у меня там что-то случилось, я сейчас не помню уже. Я вот на юг ездил когда. В Джубге я купил еще одну камеру, мотоциклетную. Тогда она стоила то ли 500 рублей, то ли 400. Дешево. Вот. Я ее установил вперед. Отлично вообще. Мне нравится. То есть, на 24 радиус велосипедный, 21 радиус камера от мотоцикла подходит. Вот. У меня сейчас две камеры от мотоцикла. Спереди и сзади. Вообще отлично. Вообще проблем не знаю сейчас с колесами. Спицы я от мотоцикла ИШ установил. Проблем нет вообще никаких. Не хрустит, ничего не ломается. Я задолбался до этого. Помните, по предыдущим роликам? Я там спицы постоянно что-то менял. Блин. Вообще жесть. Сейчас вообще никаких проблем нет. Вот. Такая информация, ребят. Покрышка, конечно, блин, жалко. Надо ее спереди. Сзади, назад поставить. Сзади, вперед поставить. Да, вот. Сейчас потихонечку умываемся. Да, пора побриться уже. Сейчас потому что к людям буду выезжать. Сейчас побреемся, зубы почистим. Соберем все и поедем в село Нурлаты к теще. Такие дела. Не люблю, когда я не бритый. Блин. Чувствую себя бомжом каким-то. Многие путешественники при дальних поездках обычно не бреются. Обрастают там. Ну, мне почему-то не нравится. Я предпочитаю хотя бы раз в два дня бриться. Погнали. Побрился. Так приятно, так хорошо стало. Все, ребят, собрались. Потихоньку отсюда выезжаем. Красивое место. Погода супер. Хоть и пасморда, но на улице тепло. Куртку снял, убрал. Сумки. Как я сюда забрался, интересно. Вчера ночью. Обалдеть. Впереди нас. Вон там, ребят, уже село Нурлаты. Нам туда. Все, выбрались на асфальт. Там кто-то, короче, то ли на велосипеде, то ли на каком-то электро. Только что поехал направо. Нам тоже направо. Сейчас догоним, посмотрим. Нет, обычный велосипед. Тургирь. Тургирь. Что-то ли. Тургирь. Как тебе такой прикид? Короче, ребят, не будем тянуть кота за Куичо. Я же вам говорил, что у меня здесь покрышка вот чуть-чуть начала уже из-за груза, наверное, я так думаю. Хотя давление здесь не сильное. Сейчас я решил эту покрышку переднюю ставить назад. Заднюю вперед. Шарик ругается. Шарик, ну перестань. Я в участии с тещей в гараже. Сейчас буду заниматься перекидкой. Как я не люблю задний мотор разбирать, колесо то есть снимать. Вообще жесть. Но надо. Иначе может случиться что-то очень плохое. Бур! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребятушки, на этом заканчивается мое небольшое путешествие. С женой едем обратно в Казань на электричке на канал. Не подписался. Без ничего остался. Подписались? Лайк поставили? Комментарий? Колокольчик? Всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok